Андрей самый юный участник соревнований, ему всего 8, но с турником этот парнишка на ты, здесь все по-взрослому. Тренируется Андрей каждый день, по часу. Это первые в истории Севастополя соревнования по уличным видам спорта, организованные в рамках фестиваля «Здоровый образ жизни». Основная задача – это доносить до людей, что нужно развиваться физически и умственно. Девиз нашего мероприятия – «Здоровый образ жизни» и девиз, конечно же, «Нет наркотикам, алкоголю и табакокурению». Организаторы подчеркивают, воркаут – это не просто тренировки, упражнения и эффектные элементы. Воркаут – это стиль жизни, причем доступный каждому. Нам не нужно деньги тратить на какие-то обмудирования, экипировку, либо дорогостоящие фитнес-клубы и тренажерные залы. В воркауте – это тренировки когда угодно, где угодно и на чем угодно. Мы выходим просто на улицу, на площадку и работаем на турниках, на брусьях с собственным весом, с дополнительным отчащением. То есть у нас нет никаких преград. Мы можем даже, если нет площадки, мы можем тренироваться на остановках, на столбах, на заборах, где угодно. Для соревнований по воркауту также нужно совсем немного. Такие турники есть на любой спортивной площадке. Севастопольский турнир проходил на стадионе 22-й школы. Соревнования разделили на два этапа. Первый – фристайл, где нужно было показать свои умения в произвольной программе. Затем настыл черед силовых упражнений. Силовая дисциплина включает в себя определенный вид упражнений. Это в данном случае выходы на две на турнике, отжимания на брусьях с весом, подтягивания с весом и так далее. И это будут как бы установленные дисциплины, по которым ребята будут соревноваться на большее количество, так сказать, сделанных раз. Определить лучших предстояло жюри, в состав которого вошли мастера воркаута, призеры престижных соревнований. Судьи оценивали выступление, а в перерыве дали участникам мастер-класс. Субтитры создавал DimaTorzok Многие ребята пришли сюда именно для того, чтобы увидеть своих героев вживую. Ну и, конечно, себя показать. Занимаясь один год и девять месяцев, потолкнул Денис Минин, увидел его видео в интернете, ну попробовал и появилось желание, дальше начал заниматься. Ну мне всего лишь больше нравится делать силовые элементы, потому что сила, выносливость, и это красиво смотрится. Начали заниматься, а потом переросло все больше и больше. И на общих тренировках сейчас по 20-25 человек все нравится. Все элементы, выносливость, сила, ловкость, на все работали. Именно в этом виде спорта привлекает просто свобода выбора. Ты занимаешься на турниках, тебе не надо посещать залы, не надо какие-то там отягощения дополнительные, ты работаешь сам собой, то есть ты работаешь со своим весом. Воркаут – это здоровый образ жизни, мы не курим, не пьем и продвигаем это движение. Очень дружественные ребята. Ни один город так тепло нас не встречал, как теплый город Севастополь. Очень приятно, очень положительные, теплые люди. Лучшим фристайлером стал Владислав Каратяев, первым в силовой дисциплине Александр Морозов. В категории участников до 14 лет победил Андрей Бурлаченко, который оказался единственным претендентом на награду в этой номинации. Спасибо тебе большое. Юлия Коршунова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.